всем привет это канал аградвиж меня зовут тимур и сегодня я снимаю видео обзор на томаты которые я выращиваю это третий видео обзор это значит сейчас я снимаю томат который занимает третье место в объеме выращивания это гибрид от компании сингента под названием капонет f1 единственные в коллекции из четырех гибридов полудет сейчас я нахожусь в данной теплице в которой растет этот гибрид и дальше в течение видео мы узнаем главные плюсы по этому гибриду и узнаем ну наверное один единственный минус с чем не справляется данный гибрид и в конце видео как всегда будет выводы по этому гибриду от компании сингента капонет f1 видно высота растения это высота около метр пятьдесят красноплодный томат высокая стандартность плодов можно сесть в любого растения это уже у нас вторая кисть спеет естественно спеет лады сорвать можно очень выровненные камера немножко неправильно перед передает свет но форму видно и так вот положим сюда на темный темную почву вот мы видим какие плоды очень ровный плод очень плотный это самое главное достоинство капонета второе очень высокая плодовая нагрузка то есть видно да сколько плодов мы имеем на одном растении мы сейчас взять все таки это мы убрали первую кисть вторая кисть у нас 1 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 4 3 5 2 6 7 8 9 что пытается но наверно не успеет все таки очень генеративный куст очень открытый и требует в конце апреля на юге украины затенения это мы уже сделали покажу вот видно надеюсь камера передаст мы уже работаем на затенением вот эту зону нас уже забелена со столько центр чтобы плоды не горели потому что куст сильно открытый это гибрид можно сказать так нового поколения сейчас выходит мода на большие томаты которые там обычно в бананку трехрядка сейчас уже мы уходим от бананок от всех этих московских рынков сейчас работаем сетями а сети требует стандартный однородный плод вот видно как загружены у нас первая кисть убрана вторая здесь или это все одна кисть плодов столько что не разберете откуда они растут и что самое главное они все однородные все растут тут их множество второй куст рядом здесь очень сильно загружены и все они в процессе налива вот чем удобен капонет что он все-таки завяжет плод и будет радовать своим урожаю те кто выращивать данный гибрид и на даке нестандартный сколько там этих 180 190 грамм плодов да есть 200 250 есть крупные тут сорвать все таки вот положить его есть но стандартность мелкого такого что грамм 150 его нету ну и 200 грамм найти трудно 170 180 190 стандартные плоды и все-таки есть минусы минусы это то что по сравнению с врестлером и бастиной более повреждался этот гибрид серой гнилью серой гнилью и это требовало определенных особенностей в уходе больше проводить фуницидных обработок и получать хороший хороший конечный результат еще главная особенность цветок долго цветет у этого гибрида долго сохраняет свою жизнеспособность и всегда успеет его затукать и либо шмель успеть на на него попасть от жизнеспособности цветка высокая и еще плюсы в рассаде растения были очень компактные быстро развивает корневую систему то есть все кто были у меня с торговых представителей разных компаний заходили и смотрели восхищались этим гибридом в рассаде во время съемки видео когда этом высаживал рассаду на постоянное место в теплицу я использовал данный гибрид показывал рассаду данного гибрида напомню что данный гибрид у нас растет опыляется с помощью шмелей вот и гормонов здесь для опыления не применялась найти с первой по пятую кисти найти цветки которые не были опылены это сложно то есть я еще не находил там с 6 6 7 8 где-то к иди уже есть не опылены там где в то время когда активно наливалась первая вторая третья кисть растение требовало дополнительного питания и появились появились к уиде вот видно сбросы вот восьмая кисть ну возможно этот плод не успеет до конца июня эти нам уже и не нужны свою главную задачу данный гибрид выполняет это первая вторая третья четвертая кисть максимально быстро в лучшем качестве высокая стандартность и удобство в работе с растением это гибрид капонет от компании сингента и так мы ознакомились с гибридом капонета компании сингента мы узнали главные плюсы это высокая стандартность высокая плодовая нагрузка и высокая урожайность. И узнали главный минус. Это относительная неустойчивость к серой гнили в наших условиях. В условиях, те, которые сложились у нас, это по микроклимату, по почве и воде. Для меня это лучший в этих условиях полудет, который есть на рынке. Красноплодный полудет. Возможно, у вас он получится немножко лучше, возможно, хуже. Всем, кому понравился этот гибрид, ставьте палец вверх. Делитесь с друзьями этим видео. Подписывайтесь на канал. И выращивайте только лучшие гибриды у себя на участке.